Здравствуйте! В эфире программа Медпомощь. Весь 2013 год мы пристально следили за новостями в области Оренбургской медицины. И наш последний предновогодний выпуск мы хотели бы посвятить новому облику оренбургских больниц. О том, как преобразилась 4-я городская областная инфекционная больница и о новой жизни женской консультации, смотрите далее. 4-я городская больница, более известная оренбургцам как травматология. Сюда поступают люди с переломами и тяжелыми травмами. Ремонт эти стены не видели давно, но за последних два года больница изменилась до неузнаваемости. Здесь идет основной опрос, регистрация, оформление документов и так далее. А в дальнейшем больной сразу поступает в смотровую зону. Новый облик больницы лично оценил и министр здравоохранения Тамара Семивеличенко. За два года средства на проведение капитального ремонта лечебному учреждению выделялись дважды. Получила порядка чуть больше 20 миллионов рублей на ремонт отделений. Поэтому этими силами были отремонтированы три этажа в этом здании. Приведены в порядок большие операционные, то есть там очень большие такие были тоже затраты. Ну а средств на всю больницу как бы не хватило. И по решению губернатора в нашем правительстве было принято решение, что модернизация должна быть продолжена. Поэтому из средств наших, средств бюджета субъекта федерации были выделены дополнительные средства вот на ремонт. В текущем году на выделенные 18 миллионов областных средств полностью обновили первый этаж медучреждения. Так что визитная карточка больницы приемное отделение теперь имеет самый современный вид. И главное по последнему слову техники теперь оборудована святая святых больницы, операционная первого этажа. На сегодняшний момент операционная сделана во всем стандартам, с предоперационной и с необходимым оборудованием. Теперь все рядом приемный покой операционная, что значительно сокращает временной разрыв между осмотром больного и операцией. В ряде случаев это позволяет сохранить жизнь больному. Еще одна задача, которую удалось решить, наконец поток плановых и экстренных больных разделили. Заместитель главного врача показывает плановое приемное отделение. Больные поступают здесь, их оформляют, то есть нет пересечения потока экстренных и плановых больных, что позволяет больным не сидеть, не ждать, то есть быстро попадать в свое отделение. То есть в клинике теперь четко заработала дорожная карта. Больные хаотично не смешиваются и следуют по своему больничному маршруту. И помимо повышения эффективности оказания медпомощи, ремонт радует глаз пациентам и медперсоналу. Такая красота, просто я не знаю, я прямо удивилась, я не туда попала. Ну, теперь мы похожи на цивилизованную, нормальную больницу, правда? Также на дополнительные средства больницы приобрели необходимое оборудование. На очереди новейшие технологии для рентгеноперационной. Изменились стены, там чисто, красиво стало, но и большие перемены ждем и в технологиях. Лечебные учреждения здравоохранения Оренбурга перешли в государственную собственность, что позволило оказать больницам областную поддержку. На сэкономленные средства по программе модернизации удалось отремонтировать областную инфекционную больницу. В этом году по программе модернизации здравоохранения правительства Оренбургской области на развитие структуры инфекционной больницы было выделено более 50 миллионов рублей. Из них почти 25 миллионов рублей были направлены на проведение капитального ремонта детских отделений и отделения реанимации инфекционной больницы. Также более 20 миллионов было выделено на приобретение медицинского оборудования. Таких денежных выливаний здесь не видели более 10 лет. Теперь же врачи инфекционной больницы работают не только в хороших условиях, но и с оборудованием мирового класса. Особой болевой точкой клиники было детское отделение, в котором теперь все оборудовано по последнему слову медицины. Рассчитано оно на 40 мест. Застекленные боксы появились во всех отремонтированных отделениях. Это специфика инфекционной больницы, то что у нас фактически весь первый этаж представляет собой полностью мельсерские боксы, которые необходимы для лечения инфекционных больных. Второй этаж у нас полубоксы, фактически по стандарту оснащения мы сейчас полностью соответствуем. Новую жизнь вдохнули в стены женской консультации в поселке Южном. На ремонт здания ушло 10 миллионов рублей. Обновление помещения здесь было крайне необходимо, тем более что поток пациенток здесь постоянный. 16 тысяч 900 женщин, но это только прикрепленного населения. Очень много сейчас приезжает со степного поселка. Вместе с ярким дизайном в медучреждение пришло новое оборудование и довольные пациентки. Много что изменилось и в лечении, и в отношении. Вообще замечательно все. На этом у меня все. Это был последний выпуск программы «Медпомощь». Впереди новогодние праздники. Проведите это время с пользой для себя и своего здоровья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. И напоминаю, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова